Появление ЗИЛ-135 МШ связано с одним из самых масштабных космических проектов СССР. В то время, как в США строили гигантские ракеты-носитель Сатурн-5, в Советском Союзе готовили достойного конкурента, космические аппараты Ан-1. Конечно, большой проблемой стала транспортировка этой ракеты до космодрома Байконур. Комплекс Ан-1 состоял из нескольких блоков, каждый из которых весил 10 и более тонн. Единственным доступным на тот момент способом перевозки была железная дорога, однако правила перевозки грузовыми поездами требовали разделения блоков космического аппарата на более мелкие части. Такой вариант не устраивал инженеров, и было решено воспользоваться боржей для отправки Ан-1 вниз по Волге, отсюда космический аппарат и должен был быть забран сухопутным транспортом. Королев определил, что новый тяжеловозный транспортер должен иметь грузоподъемность не менее 25 тонн, в этом случае появлялась возможность доставить третью ступень ракеты до космодрома в уже собранном состоянии. Опытный образец автомобиля, который, казалось, был нестандартным абсолютно во всем, представили летом 1967 года. Тяжеловесный ЗИЛ имел прежде невиданную колесную формулу 4х4 плюс 2х2. При этом две пары передних колес оборудовались стойками с пневмогидравлическими амортизаторами телескопического типа, как у шасси самолета Ил-18. Такая конструкция позволяла по мере необходимости изменять высоту подвески. При этом минимальный дорожный просвет ЗИЛ-135ЕМШ достигал 1 метра. В ступицу каждого из четырех передних колес встраивался электродвигатель мощностью 15 кВт, в качестве основного силового агрегата использовался бензиновый двигатель ЗИЛ-375 объемом 7 литров и мощностью 180 л.с., он же приводил в движение генератор постоянного тока мощностью 120 кВт. Максимальная скорость грузового вездехода составляла 20 км в час, что было довольно много в сравнении с остальными машинами аналогичных размеров того же предназначения в 60-е годы. Инновационная рулевая система агрегатного завода «Дзержинец» с электромеханическим приводом позволяла поворачивать передние колеса на 90 градусов и обеспечивала превосходную маневренность для автомобилей таких размеров. Кабина из стеклопластика была полностью вынесена вперед, за пределы колесной базы. По окончании испытаний ЗИЛ-135ЕМШ, пост главного конструктора космической техники перешел от Королева к Мишину Василию Павловичу, который посчитал перевозку ракет по пустынной местности рискованной затеей и отказался от нее в пользу более дорогих и неудобных методов перевозки новой ракеты. Некоторые специалисты считают, что многие решения из ЗИЛ-135ЕМШ могли бы найти свое применение и сегодня. А как вы считаете, была бы данная техника полезная в наше время, напишите в комментариях.